ночью опять снежка нападала наш водопад за этим домиком вот тут где-то остановка бегу на автобус еду на работу второй день у меня сегодня первый день у меня такой был насыщенный потому что в этот же день когда я начала работать у меня еще и ход и курсы языка поэтому особо ничего не записывала и не рассказывала сейчас могу сказать что работа легкотня была втобусе герой красота я вхожу на работу в автобусе встретила девочку украинку тоже ехала на работу и рассказала о том что она сейчас больше больше полгода по моему работает работает на постоянной основе и сейчас вот будет переходить уже полностью соцслужбы на самообеспечение до этого ее зарплата тоже приходила соцслужбу и они оплачивали все там ее расходы аренду жилья страховку в общем вот это основные аренды жилья и страховка может что-то у нее еще было вот поэтому сейчас она будет переходить полностью сама все делать вот у них встреча с работником он ей расскажет как это сделать как с какая там страховая компания у нее как и с ними общаться и так далее надеюсь что мы тоже работать уже на постоянке постоянной основе потому что там у меня был временный контракт и надеюсь что мы точно так же будем эту процедуру проходить в ближайшем будущем как она проходит отработала я иду на остановку смотрите как красиво тут солнце и пальмы наверху снег горах и вон вниз вот сюда спуститься там же остановка далеко со всем этим слева какая гора красивая солнышко такое сегодня соскучились уже неделю дождь шел пришла я с работы по дороге заглянула в почтовый ящик и нашла там четыре письма на каждого члена семьи отдельный ну это информация о том что нужно продлить стату что ваша карта сроки и подходит концу нужно продлить я как раз на работе сегодня взяла бланк заполнила я ну дома и попросила шефа чтобы он заполнил ту часть которую должен заполнять работодатель ведь и свою что же запомнил сейчас соберу и отнесу отправлю на почту в муниципалитет все четыре документа идем с ксюши на нашу почту несём документы в письме любуемся строить его солнышко как везде тень а солнце вот освещает кусочек этой горы вот эти столбики поставили их не было не знаешь за что они пластиковые стри один раз видела как мужик на машине врезался в такой столбик думаю ну все капец машине он вышел пошел дальше он видно знал что он пластиковые ничего ему не будет вверху горы снежные красиво падает идем мы назад можно сказать что зря сходили потому что оказывается на этих письмах которые сегодня пришли тоже нужно заполнить информацию мой работодатель и витин работодатель должен прошлый раз вроде не было вот этот бланк мы заполняли сейчас какой-то вот еще один пришел коза помните принести уже все все вместе а на этих еще каждый должен лично поставить свою подпись 4 бланка и четыре подписи на каждого должны быть отдельно сегодня нам тетушка попалась я не очень люблю их там два сотрудника один парень и вот это вот женщина она так говорит что я ничего не понимаю он как-то вот ну раздельно четко я понимаю она что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля я ничего не понял упорно мне говорит что вам статус с поменяют на b потому что вы вдвоем работаете я говорю да не поменяют нет такой ну как бы этот статус не предполагает замены на какой-то другой его можно или закончить или продлить но моего итальянского не хватает чтобы ей объяснить это поэтому я говорю ну хорошо хорошо посмотрим она да вот уже вдвоем работаете вам нужно статус b дать я улыбаюсь и машем улыбаемся и машем ладно сделаем уже еще эти бланки потом опять перенесем время еще есть написано что не позже чем за две недели до истечения срока ну старой этой карты старого permesso на правом пути еще поставили стирку здесь карточка с помощью которой машинка включается так что он напишет что закончит пол восьмого на хоррена ли сегодня не иду ужасно болит голова не как не могу войти в рабочий режим несколько раз сколько три рабочих дня и каждый раз я вставала рано и ложилась поздно а потом днем болит голова и я ложилась днем еще поспать тоже болит голова и не выспалась и потом опять поздно ложилась и рано вставала и сегодня тоже пришла с работы чувствую что раскалывается просто голова хотела поспать но дочка мне говорит мам ты так никогда не настроишь себе нормальный ритм уже перетерпи я выпил таблетку выпила ему профиль ничего не помогло она была народе где-то тут дюфалган или как это дофалган тут они всем выписывают надо было наверное пить его посмотрю сейчас на улицу выше вроде ножка как отпустила голова в доме в помещении в квартире вообще прям раскалываться аж руками на такого держать чтобы не болела вот в общем надо как-то перей пережить и лечь пораньше лучше спать и опять встать не просто надо выспаться чтобы не болела потом наслаждение при голова и когда мне так не болело я вообще очень редко пью какие-то таблетки как-то проще перетерпеть и не на спать лечь утром уже чуть не болит обычно вот сейчас первый раз прям или такие-то магнитные бури или это что прям раскалывается как будто вы перед глазами иголку насквозь проткнули с той стороны выходит один раз в неделю мы получаем помощь такой продуктовой корзинкой платим мы за это один франк но оплата такая чисто символическая вот что нам дали сегодня два холодных чая с лимоном и имбирем по-моему два батона вот таких багета вернее их нужно еще готовить в духовке помидорки черри упаковка капуста бюссельская упаковка хлебобулочные изделия типа булочек пакет с фруктами пакет с овощами здесь вижу капусту цукини морковка сладкий перец по моему картошка зеленый лук здесь вижу дыня бананы апельсин яблоко это сыр козий шевр это салат айсберг большая головка это упаковка кофе по-моему уже молотый не взял до 2 по моему здесь небольшие упаковочки молотого кофе баночка тунца в оливковом масле банка вот такого какого-то соуса карри упаковочка сушеной курмы это китайские или японские пельмени гёдза это соус такой типа йогурта типа сметаны но уже с лососем написано что к ореште ну по-нашему к драникам можно подавать две упаковки пасты вот такая коробочка с вафлями упаковка то ли печенье то ли пряники печенье скорее всего в сахаре сыр брюер 4 йогурта клубничных и пачка шоколадных конфет сегодня стараюсь сразу переработать овощи потому что их обычно очень много в таком количестве в котором не съешь за один раз вот поэтому полтора кабачка вот морковка и сладкий перец мелкими кубиками и чуть-чуть так обжариваю даже скорее притушиваю теперь остынут разложу по формочкам силиконовым чтобы вот у меня на одну порцию красота ровно одна формочка и уберу в морозилку потом буду готовить с разными крупами одну вот порцию вот этих овощей добавила картошку кубик грибного бульона и потушила такое рагу получилось полтора кабачка с морковкой и томатной посадкой потушила перемолола блендером получился получилась икра кабачковая и тут у нас борщик близко не подношу потому что запотеет камера добавила так как варила на воде добавила фрикадельки говяжий с мясом и приготовила салатик и у нас еще остались вчерашние фрикадельки будем садиться обедать